Доброе утро, ребята! Приветствую вас сегодня на достаточно увлекательной торговой сессии. Думаю, что уже ознакомились с поведением ряда активов и увидели, насколько неожидаемый, непредсказуемый макроэкономический фон так сильно повлиял на динамику рыночных торгов. Давайте традиционно начнем с поведения российской валюты. Наверное, рубль один из главных действующих персонажей среди всех валют развивающихся стран сейчас. Если посмотреть на цену открытия сегодняшней торговой сессии, можно увидеть, как рубль в очередной раз обновил исторический максимум против основных конкурентов евро и доллара и уже торгуется вплотную рядом с уровнем 55 рублей против доллара. Говоря про ключевые фундаментальные идеи, которые толкают российскую валюту вверх. Начнем издалека. Это, соответственно, состояние платежного баланса, замедление и снижение цен на нефть и, глядя на текущие котировки нефтяного актива. Здесь есть дополнительный взрывной инфоповод, о котором я расскажу чуть позже. Другие факторы поддержки российской валюты – это, конечно же, еще налоговый период. Вчера, как вы знаете, состоялся ключевое выплат налоговых обязательств со стороны российских экспортеров и были исполнены обязательства по налогам НДПИ, акцизы и НДС. Это сотни миллиардов рублей. Поэтому смещение акцента с иностранной, ликвидности на рублевый, повышенный спрос на рубли и толкал позиции российской валюты вниз против доллара на протяжении всей торговой пятидневки, буквально с понедельника. Но хотя повышательную динамику можно было проследить уже в конце прошлой недели. Что касается налогового периода. Поскольку львиная часть налоговых обязательств по основным налогам уже исполнена, значит, налоговую тему мы понемногу убираем про запас до следующего периода и снимаем мощный потенциальный фактор поддержки для российской валюты на перспективу. Что касается других факторов российского рынка. Инфляцию, на которую мы в последнее время обращаем с вами много внимания. Сейчас уровень инфляционного давления в районе 17%. И последний комментарий со стороны Центрального банка. Для того, чтобы поддержать уровень ликвидности внутри страны, планируется доп. эмиссия средств на 3 триллиона рублей. Как вы думаете, это риски для разгона инфляции? Это ведь увеличение денежной массы. Разумеется. Поэтому в перспективе у нас есть еще дополнительный негативный фактор для усиления инфляционного давления. А инфляционное давление будет влиять на снижение потребительской активности и сказываться негативным образом на темпах экономического расширения. Но это опять же, что касается перспективы. Другие факторы поддержки для рубля сейчас. Это же, конечно, оцены на нефть. Давайте начнем сначала с статистики вчерашней торговой сессии. Поскольку вчера был опубликован официальный отчет по запасам нефти в США. И этот отчет от Минэнерго подтвердил очередной прирост запасов. Сначала мы видели в начале недели АПИ, Американский институт нефти. Запасы увеличились на 4 миллиона баррелей. Сейчас Минэнерго США снова рост запасов в 14-ю неделю подряд. 8,1 миллиона баррелей. Поэтому совокупные запасы Соединенных Штатов Америки сейчас уже превышают 450 миллионов баррелей. И еще чуть-чуть будет наполнен полностью весь изюрбан Кушенгит. Хранилища уже не смогут собирать дополнительные энергоресурсы. И Соединенные Штаты Америки будут вынуждены раскупорить стратегические запасы и начать первый за 40 последних лет экспорт. Вроде бы все складно получается. Но вопрос в том, куда они будут экспортировать, нет. Поскольку мировая экономика в принципе затухает, и мы видим через отдельные страны, Европейский Союз, Китай, напротив снижения спроса, непонятно, кто же окажется потенциальным покупателем такого большого запаса энергетических ресурсов. Но пока, в принципе, это не рассматривается в качестве наиболее вероятного сценария. Все прекрасно понимают, что есть еще 10-15% в хранилищах, и это еще сначала нужно заполнить, прежде чем начать обсуждать перспективы поставок. Но для рынка энергоресурсов это риск. Что касается еще одного игрока, Иран, я вам рассказывал то, что вот-вот должны быть сняты санкции, а значит Иран сможет выкинуть на рынок сколько нефти? 1 миллион баррелей, все верно. Значит, получается, есть еще один игрок, есть еще один потенциальный рост, потенциальный, скажем, участник увеличения предложения нефти на рынке энергоресурсов, и еще один негативный фактор для нефти. Это что касается позиционного трейдинга. Но вчерашняя торговая сессия, по крайней мере, скажем, закрытие уже к концу, и уж тем более сегодняшняя, явно говорит о том, что на рынке энергоресурсов появился фактор, который подогревает черное золото. Что это за фактор? Слабый доллар. Слабый доллар, это так, мелковато. Емин. Это государственный переворот в Емине. Он произошел вчера, в принципе, после того, как это случилось, вооруженный захват власти, президент Емин бежал из своей страны в Саудовскую Аравию. И буквально сейчас, вот в эти самые минуты, Саудовская Аравия подтягивает технику вооруженной силы к границе с Емином. И вот-вот готовится, собственно, наступление на ту партию, точнее, даже на тех силовиков, я даже обозначу, это, секундочку, шиистские хуситы. Вот. Собственно, они устроили переворот. И для того, чтобы стабилизировать в политическом плане ситуацию, нужно, конечно же, этот вопрос решать. Поскольку это Ближний Восток, самый верный способ решения подобных вопросов, это конфликт. Самый, что ни на есть, настоящий. Поскольку речь идет о Саудовской Аравии и возможности перебоя поставок, если действительно все дойдет до того, что с поставками будет перебой, значит, под вопросом окажутся поставки в 3,5 миллиона баррелей в сутки. Это много или мало? Это практически 30% всех мировых поставок. Это много. Поэтому мы видели, как черное золото, U-Coil, WTI, открыли сегодня с существенного роста. U-Coil практически, бренд, подобрался к 60 долларам. Потом, правда, корректировался. Но поскольку ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему подвешена, острая, значит, думаю, что нефть еще покажет себя с лучшей стороны. С лучшей стороны для тех, кто делает ставку на покупку бренда. Есть ли у вас такие? Кто-нибудь покупает, нефть или все продают? Я добываю. В любом случае, ребята, конфликты на Ближнем Востоке довольно частное явление. И мы прекрасно знаем, даже исходя из исторического опыта, они очень быстро возникают и очень быстро урегулируются. Поэтому весь потенциальный всплеск интереса к нефтяным активам, связанным с геополитической нестабильностью и напряженностью, он также быстро уходит за кулисы. Поэтому локальный выброс, особенно если он не имеет серьезной фундаментальной подоплеки, и если нельзя после этого объяснить еще с фундаментальной точки зрения возможности для продолжения роста, рынок разворачивается. Именно это может произойти в самое ближайшее время. Стоит только Ближнему Востоку зайти с средств массовой информации, как новый очаг военного конфликта серьезного, как нефть у нас переключится на тему, связанную с избыточным предложением и отсутствием спроса. И снова нацелиться на те отметки, которые мы с вами обозначили. Говоря про рубль, поскольку налоговый период мы уже с вами прошли, значит, сейчас, судя даже по текущей динамике рубля больше, акцент делается на поведение нефти. И если есть вероятность возвращения нефти ниже 50 долларов за баррель, значит, есть серьезный риск для перспектив и рубля тоже. Понятно? Европейская валюта. Хотя давайте начнем все-таки с американского доллара и пары доллар-японская иена. Также хочется отметить сейчас, если глядя на актуальные котировки доллара и японской иены, по факту тех событий, которые сейчас происходят в Йемене, разумеется, растет спрос на защитные активы. И традиционным защитным активам, пользующимся наибольшим спросом в упаре доллара и японской иены и вообще среди всего класса защитных активов, всегда выступала японская валюта. Поэтому уже на сегодняшней торговой сессии вы можете заметить, как иена смогла отбить у доллара больше 100 пунктов, и текущая актуальная котировка – 118 небольших уровень. 118.46. 118.46. Что касается доллара, помимо сейчас слабости, с которой он столкнулся из-за роста японского актива, есть еще дополнительные фундаментальные факторы, которые также указывают на фундаментальную слабость доллара. Это вчерашняя статистика по заказам на товаро-длительное пользование. Если вы не смотрели за фактом публикации этих отчетов, в целом могу сказать, что статистика оказалась разочаровывающей. Прогнозировали более лучший показатель по заказам на товаро-длительное пользование, поскольку это все-таки неплохой фундамент для будущих показателей по темпам экономического роста, это было воспринято негативным образом американской валюте. Кроме того, вчера состоялась конференция руководителя ФРБ Чикаго Эванса. Напомню, что этот перец отметился около 4 месяцев назад, обозначив возможность и вероятность повышения процентной ставки в рамках американской экономики. И, в принципе, если вернуться на такой период назад, в динамике пары доллара-японской иены, он, может быть, стал одним из предвестников того, что сейчас спрос на доллары будет расти, и можно использовать длинные идеи, связанные с покупкой доллара-японской иены. Сейчас Эванс полностью изменил свою позицию. Он обозначил возможность снижения темпов экономического роста американской экономики, и обозначил, что целевой показатель по инфляции, какой, кстати, в Америке? 2. 2%. И, чтобы проще было запомнить, если это развитый рынок, 2% у всех. Все стремятся к этому показателю. Не нужно запоминать по отдельности, запомните 2%. И как только спросят, какой целевой показатель в Европе, в Англии, в Японии, в США, 2%. И вы будете правы. Он отметил, что 2% по уровню инфляционного давления можно будет дождаться только в 2018 году. И серьезные проблемы для разгона индекса потребительских цен сейчас создает как раз сильный доллар. Напомню, что в ходе конференции на прошлой неделе Джан Дьеллен обозначила сильный американский доллар, а в качестве риска еще для национальных производителей. Что касается повышения процентной ставки, то Эванса уже прогнозирует, что повышение не произойдет раньше 2016 года. Поэтому в целом общие риски, в какой-то степени он повторил отчасти слова Джан Дьеллен, но его прогнозы оказались более пессимистичными для тех, кто делает ставку на возможность более скорого повышения процентной ставки. И в целом можно резюмировать его риторику следующим. Лучше не добздеть, чем перебздеть. В целом. Дополнительное внимание хочу обратить на австралийский доллар. Откройте графики и посмотрите, как ведет себя австралийц сейчас. Поскольку мы с вами обозначили серьезный геополитический риск и склонность инвесторов уходить в защитные активы, ну, наверное, логично увидеть коррекцию по рисковым инструментам. Правда, сейчас это не прослеживается. Мы видим, как активы продолжают расти. Резервный банк Австралии. Я вам рассказывал то, что сейчас в плане фундаментальных решений один из самых интересных мегарегуляторов, потому что ждем еще одно снижение процентной ставки. И произойдет это с 70% вероятностью 7 апреля. Уже совсем скоро. Поэтому цель по OutUSD в случае снижения процентной ставки остается пока на уровне 0.75. И, как я уже говорил, повторяющие слова руководителя Резервного банка Австралии, чем выше австралийц забирается сейчас, тем больше вероятность для того, что нужно будет корректировать курс. Потому что дорогая валюта – это негатив для чего? Для экспортеров, для конкурентоспособности национальных производителей. Ясно? Еще фунт – также интересный актив, но интересный сейчас все-таки больше национальным макроэкономическим фундам. Если посмотреть на последнюю динамику, сегодняшнюю торговую сессию и вчерашнюю, когда фунт сохранил корреляцию с европейским активом и чуть подрос. В целом, нужно понимать, что для фунта сейчас, наверное, опять же, в фундаментальном плане наибольшее количество рисков. Это, во-первых, риски в связи с выборами, приближающимися в Британии. Во-вторых, это риски существенной просадки по темпам экономического роста, очень плохих показателей по состоянию рынка труда. И еще, как я уже говорил, отсутствие надежды на повышение уровня инфекционных цен, что отсрочило повышение процентной ставки. Поэтому фунт, я думаю, гораздо быстрее доберется до уровня 1.45, нежели чем евро-доллар коснется уровня 1.05. То есть, в целом, ожидание по 500 фунтов. Но все-таки больше факторов для негатива именно у британской валюты. Ясно? И в целом, говоря про макроэкономические ожидания и те события, за которыми нужно следить сейчас. По рублю полностью переключаемся еще раз на нефть и смотрим за развитием ситуации в Йемене и Саудовской Аралии. Что касается американского доллара, здесь очень важным будет завтрашний отчет по ВВП. Судя по прогнозам со стороны, сейчас я вам даже обозначу, Дж.П. Моргана, Голдмана, Сакса и Барклайса, ожидается снижение показателей. Опять же, прогноз корректирован по причине отсутствия жестких комментариев со стороны Йемене, по факту прошлой среды. И прогноз корректирован, на самом деле, существенно. Барклайса с 1,4 до 1,2, Болдмана Сакса с 2 до 1,8, это годовой уже эквивалент, и Дж.П. Морган с 2 до 1,5%. Что касается краткосрочных идей, они советуют покупать сейчас, соответственно, рисковые инструменты против американского доллара и локально продавать USD-йены. Но это идеи на, скажем, несколько торговых сетей. Что касается позиционного трейдинга и тех основных амбициозных ставок, которые они делали, то Голдман Сакс по-прежнему склоняется в сторону 128, а Дж.П. Морган 130. Правда, цели у них также были более агрессивны. Скорректировали на несколько сотен в целом. Но понятно, что пара имеет больше потенциала доллара и японская иена. Движение вверх, и скоро риски, которые сейчас сказываются на американской валюте, будут нивелированы, и можно будет вернуться к тем инвестиционным идей, которые мы с вами обозначаем уже довольно-таки давно. Ясно? Еврофунт, ну, вообще прорывается, наверное. Еврофунт? Он пробил треугольник, восходящий треугольник, и сына прорывается. А нефть сейчас сколько стоит? Нет. Растет или корректируется? Растет. Уже, по сути, максимум торговой сессии. Но еще не вечер, как говорится. Большое спасибо за внимание. Ждем вопросов на нашем официальном канале Амаркетс. Оставляйте ваши вопросы под видео окном. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до свидания.